Как сделать Чувашию и ее столицу привлекательной для туристов? Что необходимо предпринять для развития туристской инфраструктуры? Где искать идеи? Мозговой шторм провели в рамках конференции по вопросам развития внутреннего туризма. Ведущие туроператоры республики, блогеры, предприниматели и члены правительства. О внутреннем туризме говорили, подчеркивая достоинства и не замалчивая недоработки. У Чувашии огромный туристический потенциал, богатое историческое наследие, национальный колорит и уникальная природа. Важно подать все это под нужным соусом. И сделать так, чтобы пребывание гостей в республике было не только информативным, но и максимально комфортным. Для нас очень важно сегодня услышать представителей туриндустрии, то есть как они сегодня мыслись, как они думают по-новому, то есть как развивать туристический потенциал нашей республики. Нам сегодня надо выработать общую стратегию развития туризма. В рамках обсуждения было выдвинуто 10 предложений, направленных на увеличение потока туристов в республику. Один из проектов был предложен Министерством культуры Чувашии. Создание информационного культурного центра на Чебоксарском Арбате позволит гостям столицы лучше сориентироваться. Интерактивная карта подберет туристам экскурсии, исходя из их предпочтений. Стратегическую сессию посетил и глава республики. Он напомнил, в Чувашии проводятся достаточные мероприятия, которые могут быть интересны гостям. Эти события стоит включить в туристический календарь. Мы все эти мероприятия, которые будем на оригинальном уровне проводить, на федеральном уровне проводить, все это будет доступно для вас. Даже элементарные простые вещи. В этом году только мы на территории Чувашской республики провели почти 60 соревнований, кубков первенства Российской Федерации по разным видам спорта. За пять лет поток туристов в республику увеличился вдвое. Полученный доход за 2016 год превысил 1 миллиард рублей. Мы полномерно движемся к намеченной цели – стать сердцем Волги. Республика, которую захотят посетить не только соседи, но и гости из дальних уголков России, зарубежных стран. В первую очередь для этого надо наладить авиасообщение с Москвой. Работа в этом направлении уже успешно ведется. Дарина Игнатьева, Игорь Зверев, Республика.